Здравствуйте, уважаемые телезрители! Первый канал продолжает серию репортажей из Стокгольма со шведских хоккейных игр третьего этапа Еврохоккей-тура нынешнего сезона. Встречаются сборные России и Финляндии, лидеры после первого дня соревнований. Напомню, что россияне победили со счетом 4-3 сборную Швеции, а Фины в вынесенном матче дома в Тампоре победили Чехов 6-1. Итак, лидеры после первого тура шведских хоккейных игр встречаются на льду Глобин-арены в Стокгольме. Об этом матче вам будут рассказывать комментаторы Первого канала Виктор Гусев и Андрей Голованов. Шайбу вбросил Томас Андерсон, арбитр из Швеции. Ему помогают его шведские же коллеги, лайнсмены. У нас на площадке номинально третье звено, но которое здесь выходит на лед у нашего тренера Вячеслава Быкова первым. Итак, это Олег Сопрыкин, Андрей Николишин, Денис Платонов и два защитника Никулин и Корнеев. И тут же атака на ворота финского голкипера Антиниеме. Не успевает закрыть зону Илья Никулин из Акбарса, но шайба прежнему у него. И вот смена составов. И здесь пору говорить об изменении в нашей расстановке, а точнее одного новых кист. И вот он с шайбы. Александр Пережогин бросил в бой Вячеслав Быков. Пережогин в этом звене заменил Федора Федорова. Таким образом, 26-й Афанасенков, 25-й Терещенко и коллега Терещенко по уфимскому клубу Слават Юлаев Александр Пережогин. С ними два защитника. 55-й Марков и 7-й Перетягин. И первое же удаление. Первое удаление. На этот раз поле покидает финский хоккеист. Говорю на этот раз, потому что вы помните, если смотрели позавчера трансляцию матча сборных России и Швеции. Там все началось с наших удалений. Одно за другим, одно за другим. И слава богу, тогда шведы не реализовали. А вот теперь Сантала садится на скамейку и шанс у наших. У нас продолжает оставаться на площадке звено Терещенко с защитниками Перетягином. Вот он с шайбой и Марковым. Почему нет Федорова? Не потому, что он плохо сыграл. Со шведами просто тренеры экспериментируют, дают возможность проявить себя всем заявленным турнир хоккеистам. Ну и такая маленькая деталь. В матче со шведами именно хоккеисты этой тройки не набрали ни одного очка по системе гол плюс пас. То есть тройки, где играли Афанасенков, Терещенко и Федоров. Может быть, с этим отчасти связано появление вместо Федорова Пережогина? Но по ходу матча Федоров вполне может влиться в одну из троек. Он, как говорят, хоккеиста разделся. То есть он в спортивной форме и возможны изменения. Хотя в такой же ситуации в прошлом матче Пережогин своего шанса не получил и так и просидел на скамейке запасных. Наши играют пока неудачно. Ни одного фактически броска по воротам Анти Ниеми. И вот новая попытка организовать атаку. Хоккеисты третьей пятерки. Десятый Мазякин, девятнадцатый Курьянов. Вот Курьянов делает передачу. Не совсем хорошую. И бросок завершал эту комбинацию Сушинский. И мы сразу же вспоминаем матч со шведами. Примерно такое же начало, а точнее концовка первого периода, когда после похожей комбинации наши открыли счет. Это было именно это звено. Тогда Мазякин с подачи Сушинского забросил. Вот еще одна атака спасает свою команду Ниеми. В резерве, если говорить о голкиперах, вратарь московского Динамо у финнов Варенхеймо. А вот ворота сейчас защищает основной вратарь. Но атака наших и не дают, к сожалению, бросить по воротам Алексею Емелину из Акбарса. И снова финны выбрасывают шайбы из своей зоны. И вот сейчас с этой самой шайбы 60-й номер нашей сборной. Семен Варламов. Еще одно изменение по сравнению с первым матчем. Да, 19-летний вратарь сегодня дебютирует в составе сборной России. Он заменил Александра Еременко, который блестяще сыграл позавчера. Звено Петра счастливо. 24-й счастливый. И с ним 8-й Михнов. И 15-й Кулемин. Афина контратакует. И Варламов вступает в игру. Вратарю столь молодому, который дебютирует на шведских играх вообще на международном уровне. Очень важно вступить в игру, почувствовать шайбу, войти в игру. И освоиться. Варламов проявил себя неплохо. Финны в полном составе. И по-прежнему 0-0 по истечении 2 минут 59 секунд первого периода. Чтобы понять, насколько молод Варламов. Мы видим, как он отразил ту шайбу, а потом ее и накрыл. Можно сказать, что ему столько же лет, сколько вот этой самой глубин арены, на которой проходит матч. Да, 19 лет назад была построена эта вполне современно выглядящая арена. И тогда же родился Семен Варламов из Ярославского локомотива. Брасывание в его зоне. У нас первая пятерка, а у финнов третья. Вообще интересно посмотреть, будут ли тренеры обеих сборных как-то здесь, ну, если хотите, тактическую игру вести, выпускать под самые опасные звенья одной команды каких-то особых хоккеистов. Или будут выходить в порядке обычной очередности. Посмотрим. Но я скажу, что у нас, в общем-то, четыре равноценных звена. А вот у финнов два первых звена, вернее, две первых пятерки выделяются на общем фоне. И об этом мы обязательно скажем в паузе. Да вот хотя бы, например, сейчас. В игре Финляндия-Чехия у финнов первая тройка, Калио, Пирнас, Салмилайнен, Забросила три шайбы, и хоккеисты сделали пять голевых передач. И все три шайбы в большинстве. То есть это явные лидеры. Калио, Пирнас, Салмилайнен. Итак, мы отыграли одну пока что смену. Одну смену в большинстве, а точнее один двухминутный отрезок. Не использовали численное преимущество и ничего не создали у ворот финнов. И я думаю, что Вячеслав Быков сказал нашим хоккеистам о том, что надо аккуратней быть. И вот видите, поднята рука арбитра. Еще одно удаление. Видите, держится за голову. Пострадал наш хоккеист. Это Сергей Перетягин из СКА. Вот смотрим. Ну, конечно, конечно, так играть нельзя. С разбегу, сделав несколько шагов, толкнул Перетягина на борт финских кист. И второе удаление у финнов. Я сказал, что, наверное, Быков посоветовал нашим играть повнимательней, построже не удаляться. Я вспоминаю, опять же, матч со шведами позавчерашний. А удален Виталома. 39-й номер финской команды. Так вот, действительно, с финнами нужно держать ухо по стропу, потому что, опять же, возвращаясь к матчу Финляндия и Чехия, который финны выиграл с счетом 6-1. Они вели против чехов у себя в Тампере позавчера со счетом 5-0 уже к концу второго периода. И при этом четыре шайбы были заброшены при игре в большинстве. Но вот сейчас второй раз финны оказываются вчетвером. Кто у нас на площадке? У нас Пережогин и Терещенко. Это связка нападающих из Салавата и Лаева. И защитники Марков и Перетягин. Но я напомню, что у нас тоже удален хоккеист. Это Николай Кулемин. Он появится на льду через 45 секунд. Так что составы равные, но не полные. И наши финны производят смену. И у нас появляются Сушинский, Курьянов, Кутейкин и Емелин. Да, действительно, в равных составах играют. Кулемин сидит на скамейке запасных. Кулемин, кстати, вошел в число всех звезд на шведских играх прошлого года. 2007 года. И напоминаю, что шведские игры – это один из этапов Евротура. Пока что здесь два лидера по три очка в нашей сборной, у сборной в Финляндии. Команды выиграли свои матчи. Ну а в общем зачете мы идем на первом месте, опережая финна фашна 7 очков. Кулемин появился на льду и вновь игра остановлена. Что касается финской сборной, то у финнов тоже есть изменения по сравнению с предыдущим матчем. Их побольше. У нас их, как известно, два, у финнов четыре. Но два главных, пожалуй, это появление другого вартаря, потому что с чехами играл Валенхейм и динамовец. И отсутствие знаменитого Райма Хелменина. Об этом в паузе, а пока бросок, и Варламов вступает в игру. А может быть вы слышали такую возмущенную реакцию финских болельщиков? Их много на трибунах. Простите, еще один момент. Дело в том, что в предыдущем моменте Алексей Емелин довольно жестко сыграл против своего оппонента. И многим показалось, что может быть он это сделал с нарушением правил. Но Томас Андерсон, арбитр из Швеции, нарушение не зафиксировал. Наши в зоне, но сейчас, наверное, смогут выбросить шайбу подальше от своих ворот финские хоккеисты. И они это должны делать, потому что если у нас удаленный уже вышел на площадку, то вот только сейчас появляется на льду финский хоккеист. Ну пока сложно отдать преимущество какой-то из команд. Может быть чуть опаснее атакуют финны, но несколько удалений. И, естественно, игра так разбилась на какие-то отдельные эпизоды. Посмотрим, что будет дальше. В зону войти россиянам не удалось. Заканчивается шестая минута первого периода. И финны начинают свою атаку. Хейкинин бросает за наши ворота. Петрел туда устремляется. 23-й номер. Теряют шайбу. И уже наши защитники. Это Константин Корнеев, армейский игрок. И Семен Варламов. Очень важный матч для молодого голкипера. Повторяю, в предыдущей игре Александр Еременко действовал очень уверенно. Можно его упрекнуть в двух шайбах, которые он пропустил по ходу матча. В течение 24 секунд. И позволил шведам нас догнать. Счет стал 3-3. Но в остальных моментах просто Еременко играл блестяще. Вбрасывание. Да, Варламов, кстати, он же не попал в молодежную сборную на чемпионат мира. И это стало сюрпризом для многих, в том числе и для тренеров главной сборной. Но вот его не взяли. И было какое-то недопонимание между штабами главной команды нашей и молодежной. Потому что тогда бы его использовали, может быть, и Быков. Салмилайнин делает пас за ворота. Салмилайнин, напомню, одноклубник Варламова, игрок локомотива. Первая пятерка у финнов. Здесь все хоккеисты играют за пределами Финляндии. Четверо в Швеции и один в России. Салмилайнин, как я вам сказал, в локомотиве. Очень опасная пятерка. Безусловно, лидеры финской сборной. Ну а у нас Марков с Перетягином в обороне. И звено Терещенко. Вот Терещенко сейчас в чужой зоне пытается атаковать соперника. Хорошо Пережогин под бросок Маркову. И вот в игре Антиниеме, голкипер клуба «Пеликанс». У тренеров был другой вариант. Скажем, убрать Терещенко, поставить Федорова на место центрального нападающего. Ну а Пережогин, соответственно, на фланге. Ну вот решили, что называется, пожертвовать Федоровым. Но, повторяю, пока-пока. Тренеры экспериментируют. Хотя вот мы вчера говорили с нашим вторым тренером, Игорем Захаркиным. И он, в принципе, вот вам, отвечая на ваш вопрос, Андрей, сказал, что круг кандидатов уже определен на чемпионат мира в Канаду. Майский. Да, и коль скоро атака финнов захлебнулась, я могу продолжить. У тренеров есть определенный список кандидатов. И есть вполне четкое понимание концепции игры сборной. Поэтому кандидаты, в принципе, отобраны. И тренеры определили костяк команды, который будет готовиться к первому первенству. У финнов удаления и на скамейку штрафников отправляется восьмой номер финской сборной нападающий Ханас Хювенен из клуба Кэрпэт. Вот что здесь произошло. Толчок клюшкой. Толчок клюшкой. Толчок клюшкой в спину, да. Это нарушение. И на реализацию большинства выходит звено Курьянова. Курьянов выиграл вбрасывание. С ним Сушинский-Мазякин. Две шайбы хоккеисты этого звена забросили в первом матче со шведами. Мы это прекрасно помним. Обе на счету Мазякина. Но правда в одном случае был рикошет. Фактически гол в свои ворота. Но тем не менее. И очень хорошая эта комбинация, когда они переводят с одного фланга на другой. И смотрите, кто у нас на пятачке. Емелин вблизи ворот. Защитник. Это, видимо, какая-то заготовка домашняя. Потому что его страхует Сушинский сзади. И Сушинский фактически на позиции второго защитника. Это щелчок. Ай, добить не удалось. Но я вам должен сказать, что самотверженно сыграл финский игрок. В падении это Хитонен. Центральный нападающий выбил шайбу. Жаль, Емелин сломал клюшку. Да, у Курьянова был реальный шанс. Но очень здорово, повторяю, сыграл его Бизави. Тоже центральный нападающий уже финской тройки. Хитонен в падении помог своему вратарю. Мы видим, что уже чуть больше минуты остается финам играть в меньшинстве. Наши сейчас гораздо играют более убедительно, чем в предыдущих случаях, да, когда у нас было численное преимущество. Ну, собственно, у нас было фактически один раз численное преимущество. Во втором случае одновременно были удалены два киста. Но сейчас, во всяком случае, заперли финнов в зоне. И вы видите этот момент. Выходит на ударную позицию Курьянов из омского авангарда. Но вот блестящее в падении Хитонен нейтрализует эту атаку российской сборной. У нас звено счастливого, счастливый в центре на флангах Кулемин и Михнов, который был признан лучшим хоккеистом, автор двух голевых передач, Алексей Михнов, в первом матче со шведами. И тренеры ему очень довольны. Ну, не любят кого-то конкретно выделять тренеры, но сказали, что Михнов сыграл здорово. И вот опасно! Шайба летела на пятачок от конька главного арбитра. Выбросили из зоны. Перед началом этого матча финны сделали неприятную для себя вещь в раздевалке нашей сборной. Они вручили команде России Кубок Карьела, выигранный нами осенью. Это был первый этап Евро-тура. Тогда сделать не успели. Вот привезли сюда финны. Не испугались плохой приметы. У наших есть еще 12 секунд для реализации лишнего. Приходит счастливому на помощь Курьянов. Дальше Сопрыкин. Сопрыкин уже появился. Контролирует он шайбу. Бросать неудобно. Передачу делать тоже. И очень хорошо играет Салмилайнин. Он в падении выбивает шайбу у нашего хоккеиста. И в полном составе финская сборная. Ну, сегодня с утра должна была быть раскатка. Однако, коль скоро матч начинается днем, то раскатку отменили тренеры. И была проведена такая утренняя зарядка в парке около отеля с растяжкой, с беговыми упражнениями, с упражнениями, с двумя мячами. Опасно. И... Нет, шайба ворот не попадает. Варламов ее забирает. Было такое впечатление, что в какой-то момент Варламов потерял шайбу из вида. Она застряла у него между щитками. Попытались в виде этого атаковать нашего вратаря финские хоккеисты. И вот в результате возникла такая стычка. А вот он, Семен Варламов. Быков сказал про него, что работаем с ним второй год, но пора бы уже Семена и сыграть. И вот Семен играет. Ну, и мне кажется, что были уже моменты, когда от Варламова требовалось проявить высокое мастерство. И он, видно, что особо не нервничает Николишин. Да, на скамейку садится 34-летний Андрей Николишин из «Трактора», который вернулся в сборную, ветеран. Ну, и вот он, защищая галкипера, нарушил правила. Мы в меньшинстве. И повторяю, вот это довольно опасный момент. Опять же, вспоминая матч в кино с чехами из пяти шайб, которые были заброшены к концу второго периода, четыре финны провели в большинстве. И три хоккеиста вот этой тройки. Калио, Пирнас, Салмилайнин, которая сейчас на льду. И защитники Пустула и Лоома. Вот именно Лоома сейчас подбирает шайбу за своими воротами. Кто у нас? Наша четверка. Давайте посмотрим. Мы видим, что это хоккеисты первого звена. Здесь Александр Пережогин, отдохнувший в первый день. Здесь защитники Марков и Перетягин. И кто из нападающих? И Терещенко. Ну вот этот уфимский тандем. Терещенко-Пережогин и два защитника. Но, собственно, сейчас уступают они место Сушинскому с партнерами. Защитники 16-й Кутейкин и 3-й Емелин. Это главный тренер сборной Финляндии. Мы, кстати, о нем не сказали. Но давайте закончим с нашей расстановкой. Кутейкин, Емелин и вместе с Сушинским. Здесь кто? Мазякин или Курьянов? Курьянов. Что касается главного тренера сборной Финляндии, то это канадец Даг Шэддон. И когда нам его еще раз покажут, немножко мы порассуждаем на тему его, но относительно неожиданного приглашения. За воротами останавливает шайбу Ниеми. Сушинский подбирает. Сушинский, наш капитан. Был назначен капитаном. Вот непосредственно перед этим турниром Сушинский использует ошибку финского защитника. Играл сам. Рядом был Курьянов. Едва не наказали финскую сборную. Игроки вот этого нашего, ну будем считать, четвертого, номинально четвертого звена. Защитник Салмила пошел вперед. И снова молодец Сушинский. Сушинского отмечали мы по первому матчу. И Сушинский сейчас сыграл здорово. Ну что ж, у нас новые хоккеисты на льду. Счастливый и Кулемин. И здесь же действует Бирюков с Татюшовым. Два защитника. И хорошо, очень счастливо играет. Шайбу выбрасывает. До выхода удаленного хоккеиста нашей сборной Андрея Николишина всего лишь 20 секунд. Что касается Бирюкова, который сейчас в дуэте с Татюшовым на поле, то тренеры отметили игру этого хоккеиста. Молодого, ему 21 год, из Минтогорского Металлурга. И несмотря на молодость этого игрока, Быков выпускал его, когда команда играла в численном меньшинстве. Даже когда играли трое против пятерых. И Бирюков не подвел. Почему-то к первому Ковисту успевает к шайбе, вброшенной в нашу зону. А Фина в полном составе. Очень хорошо Афанасенков подобрал ту шайбу. Как-то оказались, да, Афанасенков и Сопрыкин. Вот Сопрыкин играет. Ну, наши уже играют в полном составе. Идет 13-я минута первого периода матча Финляндии-России. Вы смотрите трансляцию Первого канала. Это шведские игры. Это третий этап Евротура. И играют лидеры турнира. И лидеры общего зачета. Скорости высокие. Однако очень много ошибок. И такого целостного впечатления. Пока, в общем-то, не удается составить. О действиях хоккеистов удаление будет в составе нашей сборной. И едва не реализуют отложенный штраф Фины. Все. Игра остановлена. Удаление-то будет. Но снова как сыграл Семен Варламов. Давайте посмотрим повтор. Может быть, там в штангу побал. Но мне показалось, что спас. Растянувшись на всю ширину ворот. Спас эти самые ворота Семен Варламов. Канадский тренер. Так, Шедон. Говорят, что его пригласили на один год. Только на один год. Именно в связи с тем, что чемпионат мира пройдет в Канаде. На канадских маленьких площадках. И вот в течение этого года он будет возглавлять знающую ситуацию в Канаде. Он будет возглавлять финскую сборную. Да, вы знаете. Спасает. По-моему, в ловушку Семену Варламову попадает эта шайба. Варламов. И наши снова в меньшинстве. Да, удален Никулин за атаку игрока, не владеющего шайбой. И очень внимательно нужно быть на пятачке. Куда может шайба в любой момент отскочить. Фины уверенно держатся в нашей зоне. И поехал туда, покатил на пятачок нападающий финской сборной. Хитонен. Какое количество удалений. Но вы прекрасно знаете, что это новые тенденции в судействе, поддержанные Международной Федерацией Хоккея. Я в свободное от работы время, вот уже 16 лет работаю переводчиком на конгрессах ИХФ. И все это время шли разговоры о том, что как покончить с этими зацепами, с грязной игрой, с мелким фоллом. И вот, наконец, были приняты решения, ужесточающие судейство. И мы видим результаты. И вот отражением того, о чем я говорю, становится и сегодняшняя игра. Бросков пока нет, но все равно напряжение чувствуется в эти минуты. И Пирнос на месте, Золминаль на месте защитника поехал вперед. Его место занял сейчас. Лома, бросок там перед Варламовым несколько хоккеистов. Шайба не доходит до нашего вратаря, но у финнов продолжает оставаться. Финны вообще последние годы очень здорово играют в большинстве. И можно вспомнить хотя бы печальный для нас полуфинал Олимпийских игр в Турине, проигранный нами со счетом 0-3. Впрочем, о воспоминаниях мы, наверное, чуть позже поговорим. Но то, что финны здорово играют в большинстве и, в том числе, на этом этапе Евротура, чего стоят 4 шайбы чехам в первом матче, это очевидно. И факт, и вот контр-ответ россиян. Где шайба? Вы знаете, наши, я бы сказал, так нахально шли вперед. Просто рвались к воротам по центру. Посмотрим, кто это там был. По-моему, это был наш 27-й номер. Да? Если я не ошибаюсь. Защитник Атюшов. Да, да. Я вот даже с удивлением это констатировал. Именно он выходил на ворота по центру, бросил и накрыл шайбу финский голкипер. И финские болельщики. Вмещает Глобин-Арена 13 тысяч зрителей. На матче Швеция-Россия было примерно 10 с половиной. Сегодня немножко поменьше. Но и в основном болельщики сборной Финляндии. Приехали сюда под впечатлением победы за вчерашней над командой Чехии. За счетом 6-1. Еще раз напоминаем. Выходит из ворот Ниеме. Пасует своему защитнику. Заканчивается. Да, наше, простите, наше по-прежнему вчетвером. Вот. В полном составе наша команда играет. Выход с фланга снова надежен. Закрывает угол ворот Семен Варламов. И снова поднята рука арбитра. И снова удаление. Вы знаете, вот первый период постепенно подходит к концу. Остается 4 минуты 54 секунды до его завершения. Но мы половину периода, как минимум, отыграли в меньшинстве. Это очень тяжело, когда одно удаление следует за другим. Только-только вышел Никулин. И тут же на скамейку штрафников отправляется другой наш защитник Алексей Емелин. Очень сложно вести какую-то игру в атаке, когда ты постоянно вынужден обороняться. Удаление, можно сказать, нам... Но если не сломали все замыслы в первом периоде, то, во всяком случае, очень осложнили жизнь. Реализация численного большинства становится важнейшим фактором в хоккее. И раньше-то на это, естественно, обращали внимание. Но сейчас это может решить исход матча, исход любого турнира, любого уровня. Вот так судьи борются за чистоту хоккея. И в какой-то момент на это должны среагировать их кисты. Потому что так продолжаться не должно. Но и судьи не должны менять свою позицию. Повторяю, должны менять что-то в своей игре хоккеисты. Ну вот, великолепный выход. Какой выход на ворота. И Александр Пережогин, пытаясь завоевать место в стартовом составе сборной. Сейчас сыграл очень-очень неплохо. И вообще Пережогин выглядит здорово по первым минутам матча. А идет уже, даже уже и не первый, идет 16-я минута встречи на Глобин-арене. И это уже не Варламов. Это штанга спасает наши ворота. По-моему, даже в перекладину попала шайба. По-прежнему в меньшинстве Емелин сидит на скамейке штрафников. У нас смена состава. У нас Сушинский появился. Кстати, Максим Сушинский. Шведы все считают. 17 минут. Едва ли не больше всех в нашей сборной провел на льду. Чистого времени, игрового. Больше только у Андрея Кутейкина, защитника. Но тренеры доверяют Сушинскому. В большинстве выходят в меньшинстве. Вот сейчас с Курьяновым. И мы помним, как он отыграл в предыдущий раз. Очень здорово, когда был удален Никулин. Я имею в виду Сушинского. Да, 33 года нашему капитану. Играет он под номером 33. Знаменитый, известный всему хоккейному миру. По его прозвищу Су-33. Сушинский, 33-й номер. И очередная атака. И вот видите, да, в крестовину. В крестовину. Если есть вообще крестовина у хоккейных ворот. У них все углы-то закругленные. Да, ну а это, конечно, вы узнали. Это Яри Кури, генеральный менеджер. Пятикратный обладатель Кубка Стэнли. Пятикратный обладатель. Фантастическое достижение. Когда за Эдмонтон выигрывал, Кури там играл. Бросок. Не дошла шайба до Варламова. Варламов осенью и зимой играет. Вот прошлую осенью, но прошлого года и зимой провел 26 матчей без замен в составе Ярославского локомотива. Это вот рекорд лиги. Но вот не попал в состав молодежной сборной. И финны уверенно расположились в нашей зоне. У них такое смешанное, я смотрю, сочетание на льду. Варламов не смог шайбу зафиксировать. И все-таки со второй попытки это удается Семену. Но отметим, что он здорово вверх парировал этот бросок. Варламов, точнее, щелчок по своим воротам. На ударной позиции был Салмила. Ну а потом и повторный бросок тоже, да, накрыть не удалось. Но повторно, вот смотрите. И уже потом шайба попадает. В щиток и накрыта ловушкой. Да, неожиданно Салмила оказался вблизи ворот Варламова. Кстати, этот защитник должен был играть на Кубке Первого канала в Москве. Был включен в состав, но буквально перед отъездом подрался в одном из финских баров. Был дисквалифицирован. Какое-то наказание отбыл. И вот сейчас вернулся в сборную. Это вот горячий парень. Судя по тому, какой у него щелчок, тому, с кем он подрался, не поздоровился. В полном составе российские хоккеисты. И этот состав меняется. Мы видим, что выходит на площадку Сопрыкин, Николишин, Платонов. Такая тройка. И защитники Никулин, Корнеев. И вот уже в зоне Денис Платонов из магнитки отдает назад Николишину. Николишин держит шайбу, возвращает Платонову. Платонов за воротом его поддерживает Сопрыкин. Армеец Сопрыкин ждет передачи. Вот Сопрыкин с шайбой его прижимают к борту. Пора вступить защитникам. Нет, не успевает Илья Никулин со своим силовым приемом. Шайба выброшена. И у нас смена. Да, скорость неплохая. Но много очень ошибок, много брака в передачах. Неплохо. На шайбу финские хоккеисты. 39-й номер. Вита Луома нападающий. Что еще одно удаление? Ну, подножка, да. Подножка. И наши, по-моему, с этим не спорят. Спорят они с другим. Вы видите, как отмахнулся от соперника наш хоккеист. Собственно, в своей неправоте не сомневался Даниил Марков. Отмахнулся только потому, что слишком уж рьяно на него набросился. На него уже покорно уезжающего на скамейку штрафников финских кист. Вот. Ну вот он, Даниил Марков. 31 год. Осенью вернулся из НХЛ в Динамо. Мы говорили об этом в первом репортаже. И почти сразу же получил приглашение в сборную. Чему, в общем, был очень рад Даниил Марков. Да, ну и до конца периода россияне остаются в численном меньшинстве. Курьянову не удается выбросить шайбу из зоны. Рикошет от клюшки того же Курьянова. Но он финном помог, рикошет. Так, Утийкин поборолся за воротами. Это уже Курьянов. Вот может быть опасно, как на пятачке. Очень вовремя вернулся. Между прочим, вернулся Сушинский. Вернулся Сушинский. Очень вовремя. Уже оказался совершенно один финский хоккеист на атакующей позиции. Сушинский, опытный Сушинский, все видел. Кстати, одним хоккеистом был Тони Сёдерхольм. Защитник, капитан финской сборной. У финнов мы уже обратили внимание. При реализации лишнего кто-то из защитников, один, постоянно едет к чужим воротам. Его страхует форвард. И вот эти подключения бывают весьма неожиданными. У нас, собственно, такая же ситуация. Вспомните, Емелин при реализации нашими большинства шел вперед. Итак, финны выиграли вбрасывание. И здесь на пятачке никого. И перехитрить Варламова не удалось. Минута 20 до конца периода. Пирнос так коварно сейчас играл. Выходил из-за ворот. Бросал фактически в упор. Но не пускают, защищают нашего 19-летнего голкипера. Партнеры и правильно делают. Ну, пока короткая пауза. Я напомню о том, что во времена, когда существовал Советский Союз, наша сборная выиграла у финнов 40 официальных матчей в рамках чемпионатов мира и Олимпиад из 40. Это фантастическая статистика. Да, и сейчас в это мало верится, потому что потом финны, как это ни парадоксально, ни чехи, ни шведы, а именно финны из европейских сборных являются для нас самыми неудобными соперниками. Но об этом, может быть, чуть позже. Надо уже отдать должное вот такому быстрому развитию финского хоккея. Благодаря, кстати, нам, нашим тренерам, нашим игрокам, которые там играли, тренировали. Последняя минута периода пошла. Марков по-прежнему на скамейке штрафников. Ему еще там сидеть минуту. И фактически минута до конца первого периода. Счет не открыт. Матч у Финляндии-Россия, в Стокгольме на стадионе Глобен. И что, еще одно удаление? Задержка клюшкой, но теперь уже у финнов удаление. Вы знаете, нет, нет, удаляются наши кисти. А, да, 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 да. Посмотрите, посмотрите, вот она, задержка клюшки. Вот она, с помощью этой задержки он отобрал шайбу. У Фина, потом уже, это осталось за кадром, уже после свистка Финн придержал нашего, но это уже не в счет. Но вот так, теперь мы втроем. Хорошо выиграл вбрасывание Николишин. Николишин у нас на площадке. Никулин и Корнеев. Никулин Акбар с Корнеев ЦСКА и Николишин из трактора. Вот такая смешанная тройка. Николишину доверяют в таких ситуациях. 34 года нашему ветерану. Разыгрывают за воротами и выводят, выводят на бросок кого-то из защитников. Вот эта пара очень опасная, с хорошим броском. Салмеля, которого мы уже представляли. Ну, а наносил такой щелчок поворотом восьмой номер. Хивинин. Хивинин. Это, кстати, связка. Два крайних форварда второго звена. Восьмой Хивинин. И двадцатый Песунин. Они представляют Кэрпэт. Клуб, который выиграл трижды за последние четыре года чемпионата в финале. Но первый период, тем временем, завершен. Да, и счет не открыт. И наши начнут второй период, к сожалению, в меньшинстве. Он молод, силен и талантлив. Ему неведомы страх и сомнения. Он готов смести со своего пути любого, кто попадется под его горячую руку. Он не знает поражений на ринге и бросает вызов чемпиону мира. Супер-бокс. Павлик против Джермейна Тейлора. Воскресенье на Первом канале. Мегафон. Спонсор трансляции. Мы твердо стоим на ногах. Наши корни уходят в историю. Мы создаем мощную сеть. Сбербанк России. Официальный банк сборных команд России по хоккею. Мегафон. Спонсор трансляции. Мы твердо стоим на ногах. Наши корни уходят в историю. Мы создаем мощную сеть. Сбербанк России. Официальный банк сборных команд России по хоккею. Первый канал продолжает трансляцию Стокгольма. Матч России и Финляндия в рамках третьего этапа Евротура хоккейного. Наши в начале второго периода играют втроем. Но вот час выйдет на площадку Марков. Истекли его 6 секунд, которые оставались на второй период. Но по-прежнему остается на скамейке штрафников счастливой. И еще примерно до минуту ему здесь находиться. Четвером защищается сборная России. Счет не открыт. 0-0. Сопрыкин, Николишин. На площадке у нас Корнеев и Никулин. Причем вот Марков вышел со скамейки штрафников. Если вы заметили, и стремительно промчался на другую скамейку для запасных. Чтобы с Корнеевым играл вместе Никулин. Вот теперь Корнеев и Никулин. Два защитника у нас. Перед этим Корнеев достаточно удачно выбросил шайбу из зоны. И вот еще одно сейчас будет. Еще одно удаление. И снова у нас. И шведы меняют. Ой, простите. Фины меняют вратаря. Вышла шайба. Вышла. Так что это действительно. Брасывали. И еще одно удаление. Но вы знаете, это десятое удаление в сегодняшнем матче. Из них семь раз покидали площадку за нарушение наших хоккеистов. И всего три раза. Фины. И вообще, вот посмотрим повтор этого момента. Просто я вам должен сказать, что теперь вот Пережогин присоединился к счастливому. Снова мы втроем. И даже невозможно составить впечатление о действиях наших звеньев. Мы все время играем в неполном составе. Сложно анализировать даже игру по пятеркам. Но снова предстоит обороняться нашей тройке полевых игроков и 19-летнему голкиперу Семену Варламову. Шайба выведена из зоны. Очень неплохо. Алексей Терещенко. Даже Терещенко даже прессингует. За воротами отбирают шайбу у финнов. И еще там прижать. И будет совсем здорово. Но хорошо, хорошо. Время идет. И мы видим, что сейчас появится на площадке счастливый. И мы счастливы. И мы вчетвером. И полторы минуты сидеть на скамейке штрихников еще одному нашему кисту. Знаете, счастливый хотел так же поступить, как Марков. Но не успел замениться. Заменяется только сейчас. И вот у нас обороняются Курьянов-Мазякин. Обратите внимание на то, что не Сушинский здесь, а Курьянов с Мазякиным. И Кутейкин с Емелиным. Вновь пауза и вновь вбрасывание. Вот момент, когда очень неплохо Терещенко сыграл за чужими воротами. Выиграл время и позволил, в общем-то, выйти на площадку счастливому. Вы знаете, очень-очень внимательно суют арбитры. И начинаешь думать, а что же будет, когда арбитров на площадке будет четыре. А к этому все идет. И скоро, видимо, в системе ЕХФ, Международной Федерации Хоккея, будут использоваться именно четыре судьи. Хорошо, конечно, что мы пока удачно играем в меньшинстве, не пропускаем. Но, с другой стороны, как же изматывает вот такая ситуация, когда ты постоянно вынужден обороняться. Сколько дополнительных лишних сил тратят наши хоккеисты, те, кто выходят в меньшинстве по ходу первого периода и в начале второго. Ну вот, вроде бы, сейчас отобрали шайбу, даже вывели ее, не могу сказать, выбросили из зоны. Но, тем не менее, еще сорок с лишним секунд мы будем играть вчетвером против финской пятерки. А у финнов третья пятерка сейчас на площадке во главе с центральным нападающим Вита Луома. Ну вот, двадцать две минуты с половиной позади в этом матче. И мы, в основном, отбиваемся. Как это было в матче со шведской командой? Какое-то дежавю, какой-то день сурка, день шведского сурка. И вот еще один, еще один щелчок. И шайба после броска Алту попадает в щитки нашего голкиперу Варламову. Есть возможность перевести дух. Появляется Атюшов с Бирюковым. Счастливый с Кулемином. И в полном составе. Наконец, мы, собственно, начинаем играть второй период с четвертой минуты. Вот сейчас пойдет четвертая минута. И, по сути, только сейчас мы можем нормально восстановить очередность выхода звеньев. И наладить какую-то игру впереди. Но по всем показателям первого периода, кроме количества удалений, мы проиграли нашим соперникам. У финнов было двенадцать бросков по воротам. Сейчас уже больше. У нас тринадцать. У нас семь. Но и вбрасывание традиционно мы тоже проиграли. Тут двенадцать девять соотношения в пользу финской команды. Это нам сейчас принесли протоколы. Статистику первого тайма. Да, мы в численном равенстве, наконец-то. И на площадке звено счастливого. Звено счастливого. Атюшов на... Ох, как здорово! Да, вы знаете, Николай Кулемин нанес Шелчок поворотом. Может быть. Сейчас мы увидим. Отвлек внимание защитников. Шедший слева от него Алексей Мехнов. И Кулемина было другое продолжение. Мог отдать Мехнову налево, но неожиданно нанес Шелчок. И бесспорно ошибся Анти Ниеми. Финский вратарь. Кулемин из Магнитогорского Металлурга забрасывает шайбу в свою вторую шайбу на турнире. На этот раз вот таким мощным шелчком. А мы вспоминаем его вторую шайбу. Вот справа от него был. Мехнов, видите, возможно было и такое продолжение. Вот видите, но он предпочел щелкнуть. Вспоминаем вторую шайбу ворота шведов. Там, наоборот, Кулемин поразил ворота кистевым броском. Рикошет был, по-моему, от защитника. Помешал защитник, свой защитник еще, к тому же, и голкиперу Ниеми. И вот Кулемин, автор заброшенной шайбы. Отличилось это звено. Но, ну а что касается Михнова, который был не очень заметен, восьмой номер нашей команды вот по началу за эти прошедшие минуты в этом матче, то Михнов-то по итогам игры со шведами получил приз лучшего игрока. И он действительно сделал две голевые передачи. Но об Алексее мы поговорим попозже. Я думаю, надеюсь, что он нам даст особый повод это сделать. Тем временем Олег Сопрыкин, армеец Олег Сопрыкин идет, делает передачу через всю площадку на Дениса Платона. Платонов борется с защитником. Ему помогает Сопрыкин. Сопрыкин применяет силовой прием, толкает на борт финского хоккеиста. Если позволите, два соображения по поводу предыдущего эпизода. Я имею ввиду той шайбы, которую забросил Кулемин. Во-первых, ну да, финского вратаря обвинять, наверное, нет. Большого резона, у Кульского там был рикошет. Но, явно, что вратарь Ниеми сегодня находится не совсем в тонусе. Потому что по его воротам мало бросков. Вся игра в основном идет, ну, благодаря удалению, благодаря в кавычках, в нашей зоне. А вратарю нужно постоянно чувствовать игру и держать себя в тонусе. Это с одной стороны. И с другой, более важное соображение, касающееся нашей команды. Вспомните матч со шведами. Шведы нас перебросали. Очень часто выручал Еременко, но мы победили. То же самое сейчас. Мы в основном оброняемся, опять же, у нас из-за удалений. Но заброс лишаем. О чем это говорит? Мы умеем выжимать максимум из тех шансов, которые нам предоставляются. Мы очень эффективно играем в атаке. Эффективнее, чем соперники. Меньше атакуем, меньше бросаем. Но успех на нашей стороне. Пока, по крайней мере. И Игорь Захаркин нам накануне сказал. Со шведами мы призывали ребят сыграть в так называемый терпеливый хоккей. Потому что шведы вязкие, тягучие. Они в углы площадки нас затаскивали к бортам. Надо было все это выдержать. И не перейти на такую вот, не сбиться на такую игру, выгодную для шведов. Вытерпели и выиграли. Сегодня, будем надеяться, все будет складываться примерно так же. Вернемся на площадку. Это Кутейкин с шайбой и передача на Кулемина. Это Курьянов с шайбой. Простите, да, Курьянова. Курьянов с шайбой. Да, Андрей, продолжаю ваши мысли. Это новая черта нашей сборной. И, конечно, нужно отметить работу тандема. Быков-Захаркин. Какая-то очень вдумчивая, умная работа. С использованием всех знаний, которые были этими тренерами накоплены за долгую работу. И дома, и за границей. Но вот снова бросок поворотом Варламова. Не могу не отметить, что при хорошей игре Варламова ему сегодня еще и везет. Нашему 19-летнему дебютанту. То есть перекладина в крестовину, мы помним, попадала шайба. Защитники ему помогали. Несколько раз, вручая своего вратаря, шли на удаление хоккеисты сборной России. Но пока что, пока что Варламов играет здорово, я бы сказал, безошибочно. Хотя мы отмечали то, что, помните, вот его не взяли на молодежный чемпионат мира. Думаю, что это вот как результат его участия в позорной суперсерии нашей молодежной сборной. В Канаде, когда было 7 поражений в 8 матчах. Сначала в России мы проиграли 4 матча. Ну да, в канадской вот этой суперсерии, да. Надо это забыть. Сегодня пока дебют складывается нормально. А вот он Алексей Михнов, высокий, 195 сантиметров, 99 килограммов. Очень здорово, повторяю, ярославский хоккеист сыграл против шведов. И сейчас он вместе с Счастливым и Кулемином у нас на площадке. Два защитника Бирюков и Акишов. Но атакуют финны. Входить нельзя было в зону. Слышны голоса и наших зрителей. Здесь меньше, чем, естественно, финских болельщиков. Но слышны, и мы выигрываем. 1-0 к восьмой минуте второго периода. Удаление опять будет. Опять, к сожалению, в составе сборной России. Не дают нам спокойно жить судьи. Но никаких к ним, в общем-то, претензий. Задержка клюшкой. Таков жест Томас Андерсона, которому помогают Кристиан Йонсон. Фредерик Ульериксон. И отправляется на скамейку штрафников наш молодой защитник Бирюков. Евгений Бирюков. Смотрите, малейшее нарушение, малейший зацеп. Раньше вообще на это не обратили бы внимания даже арбитры. Просто не обратили внимания. Вот. У нас на точке вбрасывания Андрей Николишин. Самый опытный в составе российской команды. И именно он встает на пути шайбы, пущенной к нашим воротам. Кто вместе с Николишином? Сопрыкин. Корнеев и Никулин. Ну, это вот наше первое звено, естественно, без Дениса Платонова. Потому что мы вынуждены играть четвером. Какой выход. И вы смотрите, как ловит шайбу. Варламов. Феноменально. Один раз выручил второй. Третий раз повезло. Но явно Варламов почувствовал уверенность в своих силах. Что ему, конечно, помогает. Вы смотрите, какой мощный щелчок и просто с убойной позиции. Браво, Варламов. Напоминаю, вратарь Ярославского локомотива. Кто там? Вы обратили внимание, кто такой щелчок носил поворотом? Это Вянин, по-моему, шестой номер, если не ошибаюсь. Может быть. Да, защитник с опытом игры Ван Хайл. Да, нам вообще нужно оценить, наверное, по составу вот эту финскую сборную. Как дали эта команда, которая будет играть в Канаде на чемпионате мира. А вот этот чемпионат, как мы уже говорили, приглашен канадский тренер. И он возглавляет финскую сборную. Давайте об этом тоже поговорим. Да, Виктор, я созрел для этого, но просто возможности пока нет оценить финскую сборную. Наши не созрели. Наши все время в меньшинстве. И все время какие-то опасные волнами накатываются атаки на наши ворота. И нашим даже нет времени передохнуть. Как вообще при всем этом мы успели шайбу забросить, открыть счет. Вот что удивительно. Минута 15 секунд. Это время штрафной Евгения Бирюкова. Атака снова на пути шайбы. Наш вратарь. И молодец Терещенко. Он шайбу подобрал, отскочившую от вратаря. И аккуратно по борту ее выбросил из зоны. Хиванин атаковал наши ворота. А вот теперь у финных удаление. Вот теперь мы можем немножко вздохнуть. Удаляется за 21 номер нападающий центральный Томи Сантала из Йокерита. И здесь в центре площадки он совершил, как мне кажется, совсем необязательный фол. Да, сфорил против Емелина, нашего защитника из Акбарса. Но смотрите-ка, у нас тоже открыта калитка. И у нас открыта калитка. Посмотрим повтор этого момента. Что вот... Так, ну, во-первых, Сантала. Так, что он усмотрел в действиях нашего игрока? Симуляцию, что ли? Сейчас посмотрим. В любом случае Сантала отправился на скамейку штрафников, получив второе удаление в сегодняшнем матче. Повтор бы еще посмотреть. Это, кстати, часто бывает, когда удаляется. Конечно, это странно. Один игрок вроде бы за нарушение против другого, а другой за то, что якобы, по мнению судей, Семенович. Так, ну, здесь дисциплинарный штраф Мазякину. 10 минут получает Мазякин. Обидно. Мазякин, забросивший две шайбы шведам, лучший бомбардир нашей Суперлиги. Только-только вот начал забивать за сборную здесь, на третьем этапе. И 10 минут мы его не увидим. Вот занято дисциплинированное поведение. И рядом сидит Бирюков. Он будет две минуты отбывать. Потом выйдет. А Мазякин будет отдыхать почти до конца второго периода. Интересно в связи с этим, что у нас, какие перестановки в звеньях произойдут. Сейчас Сушинский, Курьянов, Кутейкин и Емелин. Да, 10 плюс 2 Мазякин получил. Там, в том повторе, который мы видели, он придерживал клюшку финского хоккеиста. Может быть, как-то вот с этим связано. Я имею в виду двух минут на удаление. Ну и потом были добавлены за дисциплинированное поведение. 10 минут. Возможно, возможно. Во всяком случае, мы слегка недоумеваем. Так же, как до этого недоумевали наши тренеры и хоккеисты, и сами хоккеисты. Потери Мазякина серьезные. Мы говорили о том, что Мехнов был лучший в матче со шведами. Но именно Мазякин и Мехнов от Спортэкспресса получили по 6,5 баллов. И были отмечены в луках лучшие в нашем составе. Опасный рейд к воротам совершил легко финский хоккеист. Наши в полном составе. Ну, Курьянов очень здорово сыграл. Вмешался в эту атаку финских хоккеистов. И отобрал шайбу, выбросил ее из зоны. Уже меньше минуты на скамейке штрафников. Счастливый. Мехнов у синей линии принимает шайбу. Но там его внимательно стережет защитник. Неудачным действием в большинстве, к сожалению. Мехнов, Бирюков не дотянулся до шайбы. Атюшов. Немножко сильный пас на счастливого. Не дотягивается до шайбы. Петр Капитан, напомню, нашей сборной на чемпионате мира в Москве, где он получил серьезную травму. И только недавно относительно восстановился. Вернулся в сборную. Капитан сборной Финляндии Содерхольн, 26-й номер, который сменил легенду финского хоккея Хелминина. С Хелминином попрощались, с Раймом и Хелминином. Кода вчера в Тампере он сыграл свой последний матч против Чехов. В 43 года. В 43 года. Сделал голевую передачу. Да, все эти последние. Когда шайбу забрасывали, финны сделал голевую передачу. Скоро ему 44 исполнится. И вот так покинул большой хокке. С рекордом, между прочим. 331 игра за сборную. 6 Олимпиад. 12 чемпионатов мира. Ну и так далее. Это действительно звезда финского хоккея. Сейчас новое поколение пришло. Очень способные финны в полном составе. И они в нашей зоне закрепиться не смогли. Казалось, что можно было сейчас финского хоккеиста удалить. Довольно опасно. Он играл клюшкой. А точнее не опасно, а просто задерживал. Цеплял нашего клюшкой в зоне российской сборной. Но удаления нет. И продолжается атака по ходу смены состава. Продолжается атака финской сборной. Хорошая атака. И отбивает Варламов. И не успевает добавить финский хоккеист. Будет проброс. И теперь два слова о финской сборной я быстренько скажу. Вот как действительно эту сборную оценивать? Да, здесь есть хоккеисты достаточно известные и опытные. В основном в линии обороны. И Содерхольм, и Вянанен. В атаке выделяется Калио, Пирнас, Солмилайнин. Первое звено. Три человека играли на чемпионате мира в Москве. Где, кстати, финны в полуфинале обыграли в дополнительное время сборную России. Восемь имеют опыт участия вообще в чемпионатах мира разных. В Евротуре играли на предыдущих этапах 12 спортсменов. Ну, в общем, сборная экспериментальная. Как это всегда, собственно, у финнов на Евротуре и бывает. Опять удаление. И сейчас может быть даже 2 плюс 2, если есть кровь. Это Тереченко получил удар клюшкой. И посмотрим, каким будет решение арбитра. Опасная игра высоко поздника клюшки показывает. Показал, показал 2 минуты. Вот, ну, конечно. Конечно, это 20-й номер, там, Песанин, да? Да, я написан. Приезжал в Питер недавно на финал чемпионов в составе Карпета. Лучший бомбардир финского первенства. Ну, а что касается подготовки финнов к чемпионату мира, взяли вот этого канадского тренера. И площадки для них более привычные. Ведь финны уже некоторое время играют на почти канадских площадках. То есть такой средний вариант между большими, гигантскими, европейскими коробками и маленькими канадскими. Вот у финнов какой-то средний вариант. И, конечно, им будет привычно на них играть. Говорят, что вот, наконец-то, федерация откликнулась на просьбу нашего тренера Вячеслава Быкова. И такая канадская коробка строится на олимпийской базе в Новогорске. Ну, естественно, тренироваться нужно в ситуации условиях приближенных к тому, к тем, что будут на чемпионате мира. Ну, а если хотите, вот в Канаде коробки 61 на 26 метров. В Европе 60 на 30 метров. А в Финляндии такой средний вариант. 60 на 28. Я обратил внимание на то, что вместе с Курьяновым сейчас и Сушинским вместо Мазякина на лед вышел Алексей Михнов. Ну, кому-то из крайних нападающих, естественно, придется. Возможно, это будет в очередь происходить. Придется выходить в двух сменах, пока Мазякин отбывает 10-минутный штраф. Вот на эту тройку мы надеемся при реализации численного преимущества. Сейчас, извините, Виктор, заменил Михнова Афанасенков. Правильно, они в очередь выходят? Да-да-да. Ну и что, Финляндия? Михнова Афанасенков. Не только Михнова Афанасенков. Здесь, посмотрите, здесь играют сейчас Курьянов, Сушинский, Мазякина, да? Мазякина, да. Мазякина. Что сначала вместо Мазякина выходил Михнов, поскольку Мазякин теперь уже не Михнов играет, а, соответственно, Афанасенков. Так, ну, не совсем хорошо мы проводим этот отрезок в численном большинстве. Обратите внимание, кто отобрал шайбу. Вот в критической ситуации снова успел Сушинский. Подкрался сзади к финскому к кисту, отобрал у него шайбу. Фин был готов выйти один на один уже, между прочим. И смена. Вот на пятачке оказался Михнов. 2-0, блестяще. Вот опять же, ничто не предвещало, да? Фин играли очень уверенно. Но, стоило нашим перевести игру к чужим воротам и получите вторую шайбу. Рикошета от коньков кинского защитника. И снова Сушинский. Тут как тут. Везде наш капитан Максим Сушинский просто браво. Занял такую позицию, что оставалось только переправить шайбу в пустыне ворота. Вот смотрите. Ну, отчаянный просок. Едва, правда, не помешал Ниеме нашему нападающему. И Сушинский с фланга. Ну, конечно, неудачный рикошет от защитника сборной Финляндии. Максим Сушинский на ваших экранах. Мы используем численное преимущество. Накануне со шведами это сделали. И сегодня. И 14-я минута идет второго периода. Я напомню, что Финна единственная сборная, которой мы проиграли в Евротуре. Это было на первом этапе. Накарила Кап 1-2. И, кстати, тогда все шайбы забрасывали участники сегодняшнего матча. У финнов Лаксоненковиста у нас Сопрыкин. В Москве обыграли финнов 4-1, при том, что проигрывали 0-1. И у нас забивали Марков Сопрыкин из тех, кто играет здесь. Непряев Федоров из тех, кто сегодня не играет. Так что с финнами у нас пока равенство по победам в этом розыгрыше Евротура. Андрей, ну можно говорить, что вот, так сказать, то, что мы видим, тот счет, который мы видим на табло, возник именно в таком виде, вопреки всему ходу матча. Но, с другой стороны, наверное, подчеркнем, что в каком-то смысле мы постепенно-постеменно переломили ход встречи. Удивительно, несмотря на 10-минутное удаление Мазякина, которое повлекло за собой изменения в составе звеньев. Но, тем не менее, это совершенно не расстроило, не выбило из клеи нашу команду. И эту черту тоже отмечаем. Тоже как нечто новое, вот присущее этой команде Вячеслава Быкова, в которую мы верим, на которую мы надеемся. Победа в двух этапах, между прочим. Это третий этап Евротура. В двух этапах мы победили. Мы опережаем финнов, в общем, за чутье на 7 очков. Финов, которые 6 раз выигрывали Евротуру. Из них 5 раз подряд. В всю историю, да. У нас 2 победы. Ну, шведы 2 раза в том числе в прошлом году. Чехи 1 раз. И вот новая атака наших. И снова на острие, оказывается, Михнов ждал передачи от счастливого. Не дождался. Откатываются наши назад. Здесь защитники Корнеев и Никулин. Нельзя финнам было брать шайбу. Корнеев. Николишин вбрасывает в зону. Конечно, рано об этом говорить, но 1-0 это скользкий счет. А вот вторая шайба заметно должна улучшить настроение, что ли, и болельщиков, и, конечно, хоккеистов. И психологическая уверенность должна стать более, что ли, твердой в такой ситуации. Варламов надежен. Надежен Варламов. И, правда, шайбу выбросить не удалось. Наброс на пятачок. Едва не подправили. Финн ее в наши ворота. Лома. Как сложно у него шайбу отобрать. В итоге на нем фалят. И опять мы будем обороняться. Лома шел на это удаление. Он рисковал. Видите, он шел по синей линии. И второй защитник финнов даже был вынужден, чтобы его страховать, отойти немножко вглубь к центральной линии. Но такой рейд оказался оправданным. Он, собственно, нарвался на фол со стороны нашего хоккеиста. И снова удаление. Ну, два человека у нас на скамье штрафников. Вот видите. Не лом, это Лейну, да? По-моему, был. Лейну, да. Вилли Лейну, 19-й номер. Итак, у нас Андрей Николишин во второй раз в сегодняшнем матче удален. Ну, а Мазягин продолжает отбывать свое 10-минутное удаление. Да, ему еще, по-моему, так подсчетом минуты три отдыхать. У финнов сильнейшая первая пятерка. И это вот как раз это Луома был защитник, седьмой номер. С Пустола играет Каллио Пирнас Салмилайнен. Напомню, в матче с Чехами три шайбы в большинстве забросили нападающие этого звена. Каждый по шайбе. Марков. Нет, не удалось по борту выбросить шайбу. На пятачке у финнов никого нет. Так что этот вариант не пройдет. Спасом из-за ворот. У финновских защитников очень мощные броски. У всех причем. Этого нужно опасаться. А бросать не дают наши, не дают. Может быть сейчас. Нет. Попадает шайба. И больно, как я смотрю, в Маркова, в ногу Андрея Даниила, простите, Маркова. Но он остается на льду. Ой-ой-ой. Да. Вскинули руки уже финские хоккеисты. Показал, шайба влетела в сетку, но задела с внешней стороны. Обратили внимание вы, Андрей, что к концу периода, вот по матчу со шведами, труднее кататься хоккеистам. Лед, что-то происходит со льдом. Это, кстати, Быков тоже отмечал, что плохой лед к концу периодов. Хотя, вот, Сушинский брат. Как утверждает туристический справочник, здесь самая лучшая вода в Европе. Детям дают прямо из-под крана пить в Стокгольме. Но, наверное, это разные вещи. К заливке льда не имеет отношения. И вот сложновато, сложновато. Лед не лучшего качества. 15 секунд еще надо нам продержаться. И опять за воротами нападающий. Это очень опасно. Туда покатил Хювинин. Лехтунен. По своему партнеру вновь Лехтунен. Щелчок и снова, снова блином, по-моему, правой рукой, в которой он держит клюшку. Варламов выбивает шайбу. Очень-очень напряженные секунды. Но все, мы в полном составе. Мне кажется, нам пауза необходима. Будет шайба прижата? Нет. Судья дает играть. Дает, дает. Вот только теперь звучит свисток. И два слова еще о финской сборной. В последние годы все время матчи на шведских играх России и Финляндии были вынесены, что ли. В частности, в прошлом году мы их переиграли 4-3. Это было в мытищах. За год до этого играли в Хельсинки. Мы победили 3-1 за год. До этого выиграли в Тампоре. Но вообще у нас на шведских играх с финнами ситуация такая. Ситуация такая. Мы пять раз финнов победили. Из них три раза побеждали в овертаймах. Шесть матчей проиграли. Причем проиграли первые шесть матчей в рамках шведских игр. А уже пять лет подряд их обыгрываем. И убегает наш нападающий к воротам. Это Никулемин. И браво, браво. Антиньеме. Довольно опасная ситуация была у наших ворот. Шайба бы скакивала из-за этих самых ворот. Там было два финских кис. Но, к счастью, попало к Кулемину. Не использовал хороший шанс. Да, вынесенные игры мы играем с финнами. Кстати, следующий этап будет играться в Чехии. Чехские поезды Штовны. И там тоже наш матч с финнами, если не ошибаюсь, будет вынесенным. Мы сыграем две игры в Чехии на канадских площадках. Площадках канадского размера. А одну игру с финнами проведем у себя дома. По моим данным, это будет в ледовом дворце ЦСКА. Это такая традиция Евротуров. Одна игра бывает вынесенной, но для местных болельщиков. В данном случае для наших болельщиков. Минута и 35 секунд до завершения второго периода. Такого удачного для нас напомним. Шайба покидает пределы площадки. Да, финны, вот вы, Виктор, сказали, 6 побед в Евротуре. В общем зачете, в том числе 5 раз подряд. И финны вообще во всех розыгрышах, кроме последнего, попадали в тройку. В последнее вот заняли четвертое место. Выиграли отдельно 44 этапа. Из них трижды шведские хоккейные игры. В общем так, постепенно, постепенно. Финны учились у нас прежде всего, у наших тренеров. У Юрзинова Владимира Владимировича Старшего и младшего. У Анатолия Богданова, у Бориса Майорова. Учились у наших игроков, которые в большом количестве в Финляндии играли. Сейчас ни одного, кстати, россиянина нет. Сопрыкин в зоне. И что будет делать? Бросок очень высоко. А потом выработали свою концепцию подготовки молодых игроков и тренеров. У них замечательная есть школа тренерская Вии Румяки, где, кстати, учатся не только тренеры финские молодые, но даже швейцарские, даже канадские приезжают на стажировку. И вышли на лидирующие позиции в Европе финны. Они выиграли чемпионат мира. Вот очень короткая справка. За последние годы, ну, с тех пор, как сборная России существует, у нас четыре медали на чемпионатах мира. У финнов девять. Вот такая команда. Тем временем бросок. Шайба попадает в грудь финскому голкиперу. А в предыдущем моменте, собственно, вбрасывание было в этой зоне, потому что не вина Сопрыкина, не он бросил выше ворот. Шайба попала в клюшку кого-то из финнов. Поэтому игра продолжилась в зоне наших соперников. Но вот сейчас, ой-ой-ой, не ошибиться бы, ошибка! Какая ошибка! И снова выручает Варламов. Выручает Варламов всю нашу сборную, в частности Сергея Перетягина. Потому что именно он, принимая шайбы, пытаясь ее обработать, уступил шайбу сопернику. Перетягин хороший защитник, жесткий, самоотверженный. Быков в него очень верит, но вот такие ошибки, конечно, допускать нельзя. Хоккеисту из питерского СКА. Удаление у финнов за неправильную атаку, так квалифицирует судья этот фолк. Я думаю, что мы увидим повтор. А вот повтор предыдущего момента. Видите как? Штанга. В штангу, снова в штангу. Варламов молодец, молодец. Но сегодня штанги перекладены за нашего 19-летнего вратаря. Ну, а вот, конечно, срубили. Это была подножка. Фины играют в меньшинстве. Это Песанин. Он уже отдыхал сегодня, причем во втором же периоде. Грубо сфалил против Пережогина. И у нас есть шанс. Да, идет последняя минута. Остается 20 секунд. Уже меньше 20 секунд. До конца второго периода сборная России выигрывает у финнов со счетом 2-0. И имеет численное преимущество. Тем временем, кто там был на ударной позиции? Там был Курьянов. Ну и мы ответим под конец этого периода, что на площадке уже Сергей Мазякин. То есть у нас все нормально. Мы выигрываем со счетом 2-0 к началу третьего периода. Имеем численное преимущество. И отбыл свой штраф один из наших лучших нападающих. Ну что же, с хорошим настроением можно готовиться к последнему периоду. Если он будет последним. Поскольку ничьей в этом турнире быть не может. Отдохнем. Мегафон. Спонсор трансляций. Мы твердо стоим на ногах. Наши корни уходят в историю. Мы создаем мощную сеть. Сбербанк России. Официальный банк сборных команд России по хоккею. Мегафон. Спонсор трансляций. Мы твердо стоим на ногах. Наши корни уходят в историю. Мы создаем мощную сеть. Сбербанк России. Официальный банк сборных команд России по хоккею. Субтитры делал DimaTorzok 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 Две в нашем чемпионате российском Сопрыкин забросил больше всех 14 шайб Играл на чемпионате мира 2003 года Тогда сборную тренировал Владимир Плющев Потом по разным причинам не попадал в состав Но в этом сезоне имеет прекрасные шансы Выступить на мировом первенстве в Канаде Интересно, что сейчас будут делать финны? Ситуация для них критическая 0-3 Наша сборная вообще прекрасно играет в этом Евротуре Сплошные победы Единственное поражение мы потерпели от финской команды Когда играли в Финляндии на первом этапе Но это не помешало и тогда нам В том этапе занять первое место И вот выиграли в Москве 4-1 У финской команды на кубке первого канала Диафриванш за поражение в чемпионате мира Помогает в очередной раз Семену Варламову Наших кисты Даниил Марков присел на колено Положил на лед клюшку И не дал произвести бросок в ближний угол Это пернес Кистевый бросок Варламов вновь надежен Вы знаете, до сегодняшнего матча Наша сборная в Евротуре Одержала 6 побед И во всех 6 встречах Ворозу защищал Еременко Он такой своеобразный талисман нашей сборной С Еременко всегда сборная побеждают Очень бы хотелось, чтобы сегодня первый матч Варламова стал победным И более того, пока Семен играет на ноль А это Николир, Сушинский, простите Актив Сушинский, капитан нашей команды Ну вот еще раз момент у наших ворот Надо сказать Говорили о том, что в общем-то Везение на нашей стороне в сегодняшнем матче И у нас просто заколдованные ворота При хорошей игре Семен Варламов 19-летний ворторя выручал сборную России сегодня И штанга, и перекладина, и крестовина Но везение Часть хоккея Без этого никуда Поборолся за шайбу Отобрал ее у соперника Алексей Михнов Вот он Идет, идет по флангу У него хороший дриблинг Мы видели это в игре со шведами Да и раньше В выступлениях за Ярославский локомотив За воротами Вот он 195 сантиметров Рост пас на пятачок, где был Петр Счастливый Не дошла до армейца Это шайба И вот снова Михнов Знаете, по-моему, со шведами Михнов так разыгрался во второй половине встречи Вот надеюсь, что это произойдет и сегодня тоже 3-0 наша выигра будет у Финов Койвисто Но надо было партнерам замениться И Койвисто бросил шайбу в зону Я очень рад за Петра Счастливого Который сейчас был Счастлив за него, наверное Счастлив, да После тяжелой травмы остановился Вновь его взяли в сборную Тренер Это, конечно, некий аванс Но он оправдывает аванс Кстати, тут опять можно обыграть фамилию его И счастливые приметы Дело в том, что накануне матча с утра наши проводили такую зарядку Энергичную в сквере возле гостиницы И потом Петр Счастлив, это все на берегу пруда происходило Там две уточки плавали, внимательно наблюдали за этой тренировкой За зарядкой нашей сборной И вот, в общем, Петра Счастливого оказался хлеб И он покормил, видимо, на счастье, как он сам пошутил Двух этих самых уточек И, видите, сегодня две голевые передачи сделали Ну, а если серьезно, то Сопрыкин подхватывает шайбу Я не вижу, за счет чего финны могут переломить ход встречи, откровенно говоря Они явно... Ну, посмотрите, это психологически очень тяжело Вроде бы атакуют, атакуют Часто играют в большинстве И при этом пропускают все время одну за другой шайбу Причем, казалось бы, не вытекающие из логики игры Конечно, тут очень тяжело Конечно, мы говорим, за счет чего они могут переломить ход встречи Мы говорим о команде, которая нас абсолютно перебросала по итогам двух периодов 25 бросков в створ у финнов, всего 11 у нас И преимущество в втором периоде вообще было 12-4 у финской команды И вот, тем не менее, но надо сказать, что вот в третьем периоде наши и перехватили инициативу Кажется, по владению шайбой тоже, особенно после третьей заброшенной шайбы наши выглядят гораздо увереннее Мы используем свои моменты Да, есть такое понятие эффективность бросков У нас 4 броска во втором периоде в створ Два раза они оказались точными У финнов нулевая эффективность При 12-ти бросках И это при том, что удаление у нас 28 минут, у финнов 12 И очень все это похоже, вот эта статистика на игру со шведами Просто по какой-то одной модели мы действуем Ну финны сейчас в нашей зоне активно действуют Вот неплохая передача на нападающего Хитонена Но все это пока без бросков Без бросков по воротам в Арламу Вот сейчас надо быть внимательным Пас очень опасный, с неудобной руки Шайб перехвачено Быков делает ставку, мы об этом говорили во время первого репортажа На надежность защитников На игру защитников в защите Может быть даже в ущерб каким-то созидательным действиям Ведь если посмотреть, у нас же, если я не ошибаюсь Вообще защитники еще не забрасывали, да? Из 4 шайб шведам ни одной нет Которая была бы на счету защитников И здесь, пожалуйста, Кулемин Сушинский Да, хотя Хотя финны сейчас атакуют И еще одно соображение Игорь Захаркин сказал, что в современном хоккее Не 3 человека атакуют А атакует вся пятерка Но с другой стороны, конечно, защитникам Прежде всего нужно думать о своих основных обязанностях Ну и как-то, если может быть, немножко оправдываясь Кавычек Захаркин сказал Ну как же, ну со шведами Ну был там момент у Маркова И на этом перечисление закончилось Действие в атаке наших защитников Вы знаете, игра как-то потеряла остроту Вот после третьей шайбы, пропущенной финскими хоккеистами Не знаю, может быть, еще нас ждут какие-то интересные события Пока все достаточно спокойно Это песо нет А до этого мы видели Максима Сушинского Бесспорного героя сегодняшнего матча Не только потому, что он забросил шайбу Но сколько раз мы отмечали его действия в обороне Как он догонял решающий момент Попадающий, собирал у них шайбу Вручал свою команду Максим просто играет блистательно здесь Вбрасывание в зоне Ниеми Голкипер выступал на Карьелла Кап Потом на Кубке Первого канала играли другие вратари В частности с нами в матче Веханин Ну и вот вновь Ниеми вызван в сборную Как и голкипер Динамо Валенхеймо Который в запасе Ну и может быть это не очень актуально Но все-таки скажем, что по регламенту В случае ничейного результата Будет назначено дополнительное время 5 минут для команды Сыграют 4 на 4 И потом булиты Если не забросят золотую шайбу Неудачно вышла шайба из зоны Не смог зону закрыть наш Виталий Акишов Он еще потом разок ошибается И все это завершается броском поворотом Варламова Коевисто атаковал Кую шайбу вытащил сейчас Варламов Просто из угла ворот ловушкой И смена У нас звено Николишина 91-й Сопрыкин 29-й Николишин 36-й Платонов И защитники 5-й номер Никулина Вот он вступил в борьбу с Финном И 22-й Корнеев Постучим по дереву Ни в коем случае не хотим сглазить Но пока В выступлении Семена Варламова Его дебют на этом турнире Складывается как нельзя лучше Сколько раз он выручил Не пропустил пока Просто действительно Ничего лучшее желать нельзя И вновь он реагирует А кстати возможности его визави Нам в общем-то не слишком Сегодня удалось изучить Я имею ввиду Финского вратаря Ниеми Потому что в игру он вступал редко И пропускал какие-то нелепые шаги Повтор Мощно атакует Я говорил у финских защитников У всех Очень мощные броски Вот сейчас Хейки Вот такого Восьмая минута заканчивается С третьего периода Это третий этап Евролиги Евролига Не Евролига Евротур Евротур Да он продолжает жить Несмотря на скептическое отношение Некоторых специалистов К этому Но есть соглашения до конца 2011 года И будут проводиться Те же самые четыре этапа Хотя высказываются предложения В частности Высказывалось оно президентом ИХФ Рене Фазелем О том что может быть Перейти на систему Похожую на футбольную Проводить чемпионаты Европы Такие полноценные С большим представительством команд Тем временем Наша атака И бросок Прямо по центру ворот Терещенко На этот раз Нееме на месте Вот хороший вратарь Сейчас он себя проявил Вообще Финны в последнее время Особое внимание Уделяют подготовке Галкиперов И как тут не вспомнить Олимпийские игры в Турине Ведь у финнов Они объявили заявку Как это вы видите Сколько наших болельщиков И в последний момент Шесть человек У них выбыли По разным причинам В том числе Два вратаря Кипрусов и Лехтанин Основные вратари Между прочим И Одним из сменщиков Стал Антини Тюмяки Который в итоге сыграл Блестящие В том числе Против сборной России Так что у финнов Очень много сильных вратарей Нееме на их фоне Не хуже Наверное остальных Он тоже имеет шанс Поехать на чемпионат мира Ну и посмотрим За очередной атакой Финских хоккеистов Но наши заперли их в зоне Был хороший щелчок Сушинского Спас Финов их вратарь И к сожалению Травму получил Емелин Он что-то Скрючившись Так покинул Спешно покинул площадку Ему досталось И за шведами Помните Бросок Атюшев атаковал Да ему разбили лицо Тогда И было удаление 2 плюс 2 У шведского хоккеиста Вот последнюю Может быть минуту Наши так Зажали Финов в их зоне Что было ощущение Численного преимущества Нашей команды Очень неплохо Провело вот это звено Сушинского Свою смену Я смотрю Нет ли каких-то у нас Перестановок Михнов Михнов Кулемин И счастливый Нет Похожи изменений нет В тройках А вот Что будет с Емелином Сможет ли он вернуться Посмотрим Опасно Ну у нас тут В составе Четыре Тройки нападающих И четыре Дуэта защитников Вот И даже в этой ситуации Фины не попадают По нашим воротам Ну просто Просто поразительно Казалось все уже Забрасывай шайбу В открытый угол Песанин Двадцатый номер Еще недавно Кто сидел на скамейке Штрафников Но вот сейчас будет Численное преимущество Выходит Еще один полевой игрок Шестой полевой игрок У финнов Но не успевает Ничего сделать Наши снова Наказаны Удалением Так решил Томас Андерса Ну конечно Кулемин Слишком высоко Поднял клюшку Не просто поднял А попал по лицу Своему Оппоненту Второе удаление Кулемина В сегодняшнем матче Автор от него Заброс Да Он открыл счет В этой игре И о нем Недавно Очень лестно Высказался Известнейший Канадский тренер Дэйв Кинг Назвал его Наряду с Малкиным Кулемином Ключевым игроком Металуга Ну когда Малкин еще играл Магитогорский И на Кулемина Имеет виды Торонто Мы в следующем сезоне Николай покинет Россию Хотя пока Об этом как и рано говорить Финн в числом большинстве Вот сейчас надо Отбиться эти две минуты Очень важный момент Не пропустить Кулемина помимо шайбы Вспомним его Как он Вышел один на один С воротарем Ну сейчас Бросок выше наших ворот Помните как он Просто опередил Словно Стоячих Двух Финских защитников Выскочил И едва не забил Скорость хорошая Ой-ой-ой Ну вот Что творит Варламов Невероятно Уверена что Когда добавлял Финский хоккеист Шайба дошла До нашего вторя Может быть нам покажут Повтор Мне казалось что Там кто-то из защитников Перекрыл Но неважно Не в этом дело Главное что Шайба в воротах Не побывала Вот сейчас Выскакивает из ворот Снова надежен Кладет Клюшку на рот Семен Варламов Мы втроем Мы втроем Остаемся Ну что ж такое Все-таки Нас испытывает Судьба Продолжает Испытывать На прочность Какой у нас Характер Как мы можем Выходить Из сложных Ситуаций Вроде бы 3-0 Мы немножко Успокоились И вот Минуту И 7 секунд Мы будем играть Втроем Против пятерых финнов По-моему там Сопрыкин Нарушал правила Он будет удален С поля Но если Не будет Каких-то еще Дисциплинарных Санкций Потому что После того как Андерсон зафиксировал Нарушение правил Была стычка В части нескольких хоккеистов Ну вот это Смотрите Да И удар Клюшкой в лицо Да и есть Есть И у финнов удаление И у финнов удаление Трибуны я вам-то должен сказать Негодуют Они видели Абсолютную вину Олега Сопрыкина В этом эпизоде И может быть Не понимают За что Удаленный их любилец 4 Вот показывает 4 минуты Да 4 на 5 будут играть Или в четвером Играют четвером Ну да Как и играли Да 2 минуты 2 минуты А он за задержку За задержку клюшки То есть Надо понимать Что сначала был Сначала был Фолк Со стороны финского киста Задержка клюшки А уже на это Наш Олег Сопрыкин Вот так вот Отреагировал А 4 Да Действительно Четверо Против пятерых Потому что На скамейке Сидит еще Один наш кисть Так Наши в меньшинстве В углу там возится Финский нападающий Пока это все Без какой-то остроты У ворот Варламова Все в углах Все у бортов Но вот может быть Через защитника Финны попробуют сыграть Нет И пятачок Тоже неудобно Бросков нет Нет бросков Финны разыгрывают Финны Да верно пытаются Ах Неплохой был перевод Но слишком сильно Интересно знаете Что вместо такого Столба На нашем пятачке Занимает защитник Мико Лехтоне Высоченный Тридцать третий номер И ждет передачи Вот и сейчас тоже Нет Не получаются броски Это Пирнес И всего 5 секунд До выхода Кулемин остается Ну Все Кулемин появляется На льду И мы Мы выстояли Марков У Финны Очень цепко действуют Никак нам не дают Выбросить шайбу из зоны Там 3 человека Вблизи ворот Варламова Находятся Бросков нет Бросков нет Хорошо Наша броняца Ну вот все Пауза нужна И похоже Теперь она наконец Наступает За 7 минут 29 секунд Завершение Третьего периода И снова выручил Варламов Несмотря на то Что с лету Песанин Пытался переправить Эту шайбу Ворота Варламов снова На месте Ну Команды в полных составах По одному Игроку На скамейке штрафников Незавтра Ни на что Радуются Веселые И в принципе Радующиеся жизнью Финны И на хорошее настроение У наших 3-0 3-0 Выигрываем у Финов И делаем Еще один шаг К победе В общем зачете Евротура Который будет продолжен В апреле Следующим этапом В Чехии Финны выиграли В Браслоне Тут информация Появилась на табло 6723 зрителя Присутствует На матче То есть стадион Заполнен Почти наполовину Ну и финских Болельщиков Конечно побольше Они-то приехали Прежде всего К игре Воскресной Финляндии Швеция Которой будет Завершаться турнир Но финских Болельщиков Больше Ведут они себя Шумно Но они абсолютно Безобидны И вы знаете Чем больше они Пьют пиво Тем более Безобидными Становятся Но это Знаете Если брать Такую среднюю Посещаемость За все годы Матча Евротура То она где-то так Между Шестью и девятью Тысячами Зрителей Я говорю О средней посещаемости Потому что Конечно бывают И супер матчи Но здесь хорошо Здесь хорошо Ходят на хоккей В Швеции Даже на матчи С участием других команд Потому что есть Помимо финских болельщиков Есть еще и шведок Которые просто Ради Любви к искусству Забивать надо было Слушайте Как хотелось Как хотелось Чтобы Максим Забросил вторую шайбу Может быть На мгновение Потерял концентрацию Шайба попала в конек Достаточно было Подставить клюшку И все А теперь уже в конек Нашему защитнику Бирюкову Вы знаете Мне понравилось Как сейчас Варламов Выталкивал Финского игрока Который на пятачке Стоял за ковалом Увидимость Так бесцеремонно Семен толкнул его в спину Раз Второй И что? Ну за удар по рукам Удаляется С площадки Наш игрок Алексей Емелин Из Акбарса Вот как мы начинали матч этот Постоянно удаляясь Так к сожалению Завершаем третий период Покинул площадку Вратарь И покинул площадку Вратарь Тайм-аут Это не тайм-аут А 6 человек Да Они выпускают Шестерых хоккеистов Против нашей четверки Знаете Это в духе Канадских тренеров В духе В частности Дак Шедон Да Играть еще 6 с лишним минут Но он понимает Сейчас надо переломить ход матча Молодец Молодец Вратарь Отбивает шайбу Она взмывает над воротами И Варламов ловит ее в ловушку Кстати знаете Тут финская тема Приметенно к Варламову Очень актуальна Дело в том Что недавно Локомотив заявил Финского вратаря Риксмана Которого В общем Пытались сделать Основным вратарем Это поколебало Несколько позиций Семена Но самое главное В локомотиве С вратарями Во-первых Работает Юси Паркила Финский тренер Во-вторых Главным тренером Является Карри Хейкеля Вот так они воспитали Ну не воспитали Но по крайней мере Подготовили Варламова Финские специалисты Против финнов на Евротуре И бросок выше ворот Ну может быть Не все смотрят Трансляцию с самого начала Андрей Вы сказали Что это в духе Канадских тренеров Дело в том Что напомним Спорт на Финляндии Тренирует Даг Шедон С которым заключен Контракт Вот на этот год До чемпионата мира В Канаде Включительно Итак Есть шанс У наших Забросить шайбу Нет Еще ломается клюшка Наши втроем Против шестерых Но быстро идет Смена Слава богу Андрей Николишин Выходит на площадку Что будет Еще одно удаление Да Мы сейчас будем Мы сейчас будем За подножку Пережогин отправляется Мы будем втроем Против шестерых Я оговорился Не Пережогин Конечно А Атюшов Но даже дело Ты не в этом Действительно Атюшов Но мы втроем Будем играть Против шестерых Если не вернет Канадский тренер Назад Своего ртаря Это интересная ситуация Я Такое бывает Не часто На каждого нашего По два финна У нас еще Варламов есть Итак Дакшеддом Коротко о нем Работал в Ну естественно Работал в Заокеанской системе В низших лигах НХЛ В фармклубе Торонто Потом сменил Дэйва Кинга Когда Кинга Позвали к нам В Металлург В Хивке В столичном финском клубе И в первый же сезон Привел его По второму месту В чемпионате Финляндии И теперь Что любопытно Шэддон работает в Йокерите Вот у нас дискуссия Должен быть тренер Освобожденным Или не должен В Финляндии Шэддон совмещает Работу В сборной С тренерством В Йокерите Который на данный момент Занимает в чемпионате Финляндии Второе место И два человека Из своего клуба Шэддон сюда вызвал Но вообще Финские тренеры В сборной Меняются Не часто Но каждый Оставляет Как непанально Звучит свой след Что-то выигрывает Но кто тут Наши герои Андрей Николишин Илья Никулин И Константин Корнеев Вот это тройка Пятый Никулин Двадцать второй Корнеев И двадцать девятый Опытнейший Николишин Должны попытаться Сдержать Атаки Шестерки Шестерки Какие-то В сборной Финляндии И нам еще минуту Играть втроем Очень хорошо Просто блестяще Никулин Забрасывает шайбу Мы забрасываем шайбу Играя втроем Против шестерки Финских кокеистов Я думаю Дорогие друзья Что это конец После такого Ни одна команда В себя уже Прийти не сможет Может быть Я предвосхищаю Развитие событий Браво наши Браво Илья Никулин Из Акбарса Сборная России Увеличивает свое Преимущество В такой курьезной Казалось бы Критической Для себя ситуации Забрасывает Четвертую шайбу 4-0 Браво Илья Никулин Посмотрите как это было Снова рикошет От конька Финского хоккеиста Уже за нашими воротами И шайба Вползает В ворота Сборной Финляндии Молодец Никулин Молодцы его партнеры Мы их заранее Назвали героями Корнеев и Николишна Сыграли действительно здорово Но вот так Друзья финны Ничего не поделаешь Вы знаете Восхищаясь игрой Наших в меньшинстве Сейчас И отдавая должное Никулину И всем остальным Я все таки скажу Мне кажется Финны После того Как пропустили Третью шайбу Как-то потеряли Веру в победу Потеряли уверенность В своих силах Да, они атаковали Да, они сейчас Действовали в шестером Против троих Но я не видел В их действиях Уверенности В том, что они могут Не то что Сравнять счет А даже одну шайбу Отыграть И выглядели Какими-то обреченными Но мы продолжаем Играть в троем Против пятерых И довольно долго Все это еще будет Происходить 25 секунд Так, Варламов Там Опустился на лед Но шайба в ворота Не попадает В очередной раз Как финны не стараются Теперь они уже в пятером Они уже вратаря не снимают И снова Ловит Варламов Можно сказать Что шайба летела Выше ворот Но так На всякий случай Пусть будет И через 10 секунд Через 11 секунд Выйдет один из наших удаленных Ну и останется уже Доиграть вчетвером А вчетвером Это уже для нас Семечки По такому развитию событий Ну да, но на финнах Не похоже Вот это Они прекрасно играют В большинстве И доказывали это И на предыдущих турнирах И в матче с чеками С чеками Был вчера Да, и тут В пятером против трех В шестером И они только не забивают Они пропускают Явно, что после счета 3-0 Финны психологически сломались Наверное, если посмотрим Потом на статистику Она сильно изменилась В сравнении с тем Что мы видели В первом-втором периоде Алто Отдает за ворота Нет, ничего Нельзя Сделать С Варламовым Все Мы вчетвером Через 38 секунд У нас появится Атюшов И уже меньше Пяти минут Четыре минуты До конца Этого матча Снова Сушинский Отмечаем Действие Сушинского В обороне Он выцарапал Шайбу Уфина Вот получает Но еще и забросит И забрасывает Но великолепно Это потрясающе Что сейчас сделал Максим Сушинский Он начал все Отобрал шайбу В своей зоне Пошел Довел свою команду В атаку И эту же атаку Завершил Браво Максим 5-0 Просто Но нет слов Да И сложно даже сказать Кого признают Лучшим игроком Этого матча Достоин Варламов Ну а разве Сушинский Автор дубля И автор этой Блистательной шайбы Не достоин Чтобы его признали Лучшим Передачу Делал Курьянов Ох как Элегант Издевательски легко Можно сказать Да Издевательски легко Разобрался С защитником И с вратарем И Алта Не смог Не смог Помочь своему вратарю И шайбы Направно между ног Но вратаря Как здесь винить Тут Все было рассчитано Максим Сушинский 33 года И рядом с Имдиколишем 34 года Молодая команда С привлечением Вот таких ветеранов Ну что Подводя итоги матча Этому Итоги Этого матча Хочется отметить Что наша сборная Проявила Недюжинный Незаурядный Характер Постоянно Мы в первом Периоде Да и потом Значительно чаще Соперника Играли в меньшинстве Порой у нас было На два игрока Меньше Даже на три Но в этой ситуации Сборная не сломалась Сборная выстояла Продемонстрировав Волю Целеустремленность Чего К сожалению Для финских болельщиков Не показали Хоккеисты сборной Суоми И при счете 0-3 Финны просто Я не могу сказать Бросили играть Нет Но во всяком случае Выглядели Совершенно Обреченно Напомним Что завтра Тот матч Который всегда Относили К числу Принципиальных Для российской Для советской Сборной Когда-то Это было Противостояние Чехословакия Советский Союз В хоккее Теперь это Чехия Россия И завтра Этот матч В трансляции Первого канала Матч Которым Наша команда Завершит Участие Вот в третьем Этапе Евротура И уже Известно Завершит Участие Оставаясь Лидером В общем зачете Независимо От исхода Той встречи Неужели Вот еще бы Такая залетела Сейчас шайба Но Высокоподнятая Клюшка А все равно Было бы красиво Если бы Кулевин Через голову Вратаря Переправил Знаете В стиле Ван Бастона Такой был Ударчик Ну там еще и Вот смотрите Видите что делает Красиво Итак 5-0 А пока Ну встречу Команды Доигрывают Эту Пока Хотелось бы Обратить Ваше внимание Такую любопытную информацию Вообще в плане Информационного Обеспечения Шведы Очень серьезно Как всегда Подошли К этому турниру И вот Обнародили Такую статистику Для сравнения У нас 83 тысячи Хоккеистов Опасно И 6-0 будет Нет не будет У нас 83 тысячи Хоккеистов У финнов 61 Тысяча зарегистрированных Профессиональных Игроков Небольшая в общем-то Разница Учитывая Размеры нашей страны И финской Но при этом У нас 168 Крытых катков А в Финляндии 220 Есть над чем задуматься Может у нас много Открытых Реки Озера Совсем в этом дело Ну и так Напоследок Меньше всего Профессиональных Хоккеистов Зарегистрировано В Португалии 43 человека И играют они все На одном единственном Искусственном катке Ну Андрей Если уж вы заговорили о Португалии То точно наш матч Приближается к концу И точно В нем все уже ясно Две минуты Две минуты Сборная Россия Выигрывает у команды Финляндии Со счетом 5-0 Ну а говоря Об улучшении Нашей хоккейной ситуации Которая все-таки Нуждается В улучшении Несмотря на наше лидерство В этом турнире Я связываю многое С началом Функционирования Новой открытой Российской хоккейной лиги Я верю Вот в ее будущую Эффективность Ответственные люди Понимаются этим делом Посмотрим Что из этого Выйдет Но я верю И наши продолжают Атаковать Мы за воротами Финской команды Это наше Вот второе звено Звено Терещенко С ним Афанасенков И Пережогин Федоров Так и просидел На скамейке Запасных Весь матч Не принял участия В этом матче Но посмотрим Что придумают Быков за Харкином На игру с Чехом Во-первых Кого будут использовать Из вратарей Тоже интересно Может быть С пополам По полтора периода Не знаю И вот как будет С этой второй пятеркой Найдут ли место Федорову Будет ли снова Задействован Пережогин Посмотрим Все мы посмотрим И вам покажем Завтра Ну а Отдавая должное И всем тем Кто сегодня забрасывал шайбу В составе сборной России Кто держал оборону В сложные моменты Я хочу поздравить С блестящим выступлением Семена Варламова Ему очень пришлось тяжело Он Я надеюсь Не пропустит Отыграет на ноль И это Фантастическое выступление И действительно Остается только удивляться И недоумевать Как же Семен Не попал На молодежный чемпионат Естественно Это прерогатива Главного тренера Определяет состав Кого приглашать Кого нет Да мы выступили неплохо На молодежном чемпионате Мы заняли третье место Но Это все таки Мне кажется Не совсем Понятно И логично Если вратарь Не вызывается Не проходит в состав Молодежной сборной И так великолепно Играет в составе Основной нашей команды Но наказание За эту неудачу Вот суперсерии С канадцы Мы это уже обсуждали Но Он ли в этом виноват Я имею ввиду Варламова Я думаю нет Не он Впрочем Ладно Все это разговоры Каждому Кто может соглашаться Кто-то не соглашаться Так или иначе Семен отыграл сегодня блестяще И я надеюсь В оставшиеся 20 секунд Он не пропустит Но давайте Если ребята помогут Они должны Понимать Что это важно Очень Конечно Давайте считать секунды Как если бы На кону была победа Нашей сборной Сейчас на кону Первый сухой матч Нашего 19-летнего вратаря И он дорогие друзья Состоялся Браво Семен Варламов К нему устремляют Естественно Все товарищи По команде Великолепная игра Нашей сборной Великолепная игра Вратаря С удовольствием Мы с Андреем Головановым Откомментировали Этот матч Ну что же Мы выходим В абсолютные лидеры Этого этапа Евротура Шведских игр У нас 6 очков После двух матчей Мы лидируем Уверенно В общем зачете Евротура И обыграли Своих ближайших Преследователей То есть теперь Наша преимущество Увеличивается Возрастает до 10 очков уже И завтра Смотрите на первом канале Матч Чехия-Россия Думаю что это будет Очень интересно Мегафон Мегафон Спонсор трансляции Мы твердо стоим на ногах Наши корни Уходят в историю Мы создаем Мощную сеть Сбербанк России Официальный банк сборных команд России По хоккею Мегафон Спонсор трансляции Мы твердо стоим на ногах Наши корни Уходят в историю Мы создаем Мощную сеть Сбербанк России И официальный банк сборных команд России по хоккею. С вами были комментаторы Первого канала Андрей Голованов, Виктор Гусев. До завтра. Всего хорошего. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!